Память о нем будет жить всегда. Заместитель министра обороны Российской Федерации Юнусбек Евкуров вручил звезду Героя России родителями вдове старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова. Что делать с растущими ценами? В Махачкале состоялась пресс-конференция министра промышленности Дагестана с участием представителей крупных торговых сетей. Да, цены растут, надо признать, мы не оторваны на сегодняшний день от действительности, которую у нас на сегодняшний день проходит магазин. Информацию мы ежедневно основе направляем в Координационный центр при правительстве Российской Федерации. Более того, мы направляем туда фактическое наличие запасов на отдельные виды продукции. Похитили более миллиарда рублей и пытались скрыться. Силовики задержали в Дагестане группы мошенников. Когда санкции не страшны, Каспийский Дагизель попал под санкционный список США. Грозит ли это чем-либо предприятие, узнаем совсем скоро. Здравствуйте, это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем прямо сейчас. На неделе в Дагестан прибыл заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнусбек Евкуров. Целью визита высокопоставленного чиновника была встреча с семьей старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе специальной операции на Украине. Евкуров вручил звезду Героя России родителям и вдове офицера. В церемонии вручения принял участие глава Дагестана Сергей Меликов. Нурмагомед заслужил эту награду ценой своей жизни. Он спас личный состав воинского подразделения, подорвав себя и окруживших его врагов гранатой. Указ о награждении его званием Герой России был подписан президентом страны Владимиром Путиным 3 марта. Как быть с ростом цен на продукты? Обсуждению этой темы была посвящена прошедшая в Махачкале пресс-конференциями министра промышленности и торговли Дагестана, в которой приняли участие представители крупных торговых сетей столицы. Среди ключевых вопросов, какие меры принимаются властями для регулирования ценовой политики на товары первой необходимости и как быть с теми, кто все-таки необоснованно повышает цены. Подробности в сюжете Карим Данилов. Пресс-конференция началась с честной констатации факта. Министр промышленности и торговли Республики Низам Халилов не стал отрицать очевидный рост цен на продукты, но заявил, что критический период ажиотажа уже позади. Это получилось сделать без дефицита и опустевших полок. Торговые сети продолжают работать в нормальном режиме, а запасы продовольствия имеются как минимум на месяц вперед. Понятное дело, что наши предприниматели не были готовы к такому всплеску. Более того, этот ажиотажный спрос сопровождался информационными вбросами, которые были, конечно же, с целью дестабилизировать ситуацию на продовольственном рынке, как республики, так и страны в целом. К счастью, нам на сегодняшний день удалось избежать отсутствия продовольственных товаров и непродовольственных товаров на полках наших магазинов. Что касается цен, да, цены растут, надо признать, мы ни в коем случае не отказываемся. Мы не оторваны на сегодняшний день от действительности, которая у нас на сегодняшний день проходит в магазинах. Информацию мы ежедневно направляем в координационный центр при правительстве Российской Федерации. Более того, мы направляем туда фактическое наличие запасов на отдельные виды продукции. Были затронуты и вопросы постоянного мониторинга цен, которые проводит правительство. У журналистов возник резонный вопрос. Зачем нужен мониторинг, если контролировать цены возможности нет? Инструменты на сегодняшний день есть. Я понимаю, что они в недостаточном количестве, потому что у нас все-таки здесь рыночная экономика. И мы не можем в рыночные отношения производителей и сетевой розницы или же продовольственных магазинов здесь включаться. Потому что это может вызвать дефицит товара и мы можем столкнуться с тем, что на прилавках может не оказаться товар. В тот период, когда у нас была первая и вторая волна ковид. Если вы помните, было поручение Владимира Владимировича Путина о субсидировании цен на сахар и на подсолнечное масло. В данном случае мы в республику также смогли завести сахар по субсидированной цене. И на полках сетевых магазинов нам удалось предоставить ту цену, которая была в поручении президентов. В завершение пресс-конференции министр промышленности призвал граждан сообщать о спекулятивных фактах деятельности предпринимателей, направленных на искусственное повышение цен на продукты. Да, я хотел бы отметить, что мы даже в этот период столкнулись с такой проблемой. Ряд предпринимателей закрывали свои магазины, не отпускали товар, дожидаясь лучшего ценового предложения. Мы просили бы наших жителей республики информировать нас, Министерство промышленности и торговли республики Дагестан, Министерство средственного хозяйства о таких фактах. И мы незамедлительно совместно с прокуратурой и с Управлением федеральной темно-минокольной службы по республике Дагестан готовы это брать в работу и проводить работу в отношении этих недобросовестных предпринимателей. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. С 8 марта 2022 года вступили в силу поправки в закон о Центральном банке Российской Федерации, возобновляющий механизм кредитных каникул, который действовал во время пандемии два года назад. По сообщению Центробанка, жители Дагестана имеют возможность взять кредитные каникулы или обратиться за реструктуризацией своего долга по кредитам, которые были выданы до 1 марта текущего года. Вместе с тем важно, чтобы доход за месяц до обращения был сокращен минимум на 30% по сравнению с прошлым годом. Кредитные каникулы дают возможность заемщику временно приостановить платежи по кредитам или займам, либо снизить их размер. Чтобы получить каникулы, необходимо обратиться к своему кредитору и предоставить документы, которые подтвердят снижение дохода. Кредитные каникулы можно получить по всем видам кредитов или займов. Если у вас несколько, то можно запросить у банка отсрочку по каждому кредиту, но только один раз. При этом федеральное правительство определило лимиты. Так, для граждан возможность взять каникулы распространяется на потребительские кредиты или займы, которые не превышают 300 тысяч рублей. По кредитным картам лимит 100 тысяч рублей. Если у вас автокредит, то предел будет 700 тысяч рублей. По ипотеке лимиты зависят от регионов. В частности, для Дагестана такой лимит установлен в 3 миллиона рублей. По кредитам для бизнеса лимиты не установлены. Единственное условие – наличие его основного вида деятельности в перечне пострадавших отраслей. На сегодняшний день правительство включило в этот перечень, в частности, сельское хозяйство, туризм, общественное питание, медицину, информационные технологии, розничную торговлю, а также производство продуктов питания, одежду, мебели, бытовой химии. Республиканские правоохранители пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды. Сотрудники ФСБ совместно с МВД Дагестана задержали четверых подозреваемых, привлекавших людей инвестировать деньги в цифровые активы с доходом до 500% годовых. Злоумышленники действовали по старой схеме. Создавая видимость финансовой успешности, они искусственно завышали котировки и выплачивали дивиденды за счет новых участников. На деньги обманутых вкладчиков приобретали недвижимость в России и за рубежом. Ущерб предварительно оценивается на сумму более 1 млрд рублей. Что примечательно, схема имела обширную сеть филиалов, как в других регионах России, в Москве, в Казани и Симферополе, так и за границей, в частности в Турции и в Казахстане. Меня незаконно задержали за якобы организацию финансовой пирамиды. Можете пояснить подробнее, что за пирамида? Я занимаюсь трейдингом, веду свой блог в Инстаграм, обучаю финансовую грамотность людей. И, соответственно, меня подозревают в том, что якобы я активно развивал, популяризировал криптопроект ЮСР. Поясните, за что задержан? Консультировал человека по криптовалюте. Подробнее можете рассказать, что за криптовалюта, как она была основана? Нет, вот это я не знаю, как она была основана, потому что я консультировал только этого человека. Я не могу знать, как она была основана. Службы МЧС, МВД, Минтранса и Медицины катастроф отработали совместные действия при возникновении крупных ДТП и других чрезвычайных ситуаций. Учения прошли в Гемринском автодорожном тоннеле, являющемся самым протяженным подземным коридором России. Его длина составляет свыше 4 километров. Он обладает пропускной способностью 4000 автомобилей в день. Именно поэтому ликвидация последствий любых происшествий на подобном объекте требует особых навыков. За ходом межведомственной спасательной операции наблюдали и наши корреспонденты. В середине пути 4-х километрового Гемринского тоннеля горит КАМАЗ. Вокруг дым, пробка, десятки водителей в панике. Первым на ЧП реагирует диспетчер тоннеля. Как и положено по инструкции, он оповещает все службы. На место ЧП оперативно прибывают пожарные расчеты. Далее все по схеме. На месте разворачивается оперативный штаб. В направлении Гемринского тоннеля выдвигаются все оперативные службы. Вот горящий автомобиль. Вот подъехала наша машина со штольной. Оттуда подали они три ствола. Один на тушение и два на охлаждение соседних автомобилей. И проводили эвакуацию и спасение пострадавших. Пока спасатели устраняют последствия пожара, полиция совместно с другими пожарными проводит эвакуацию пострадавших. Один из них в критическом состоянии. Дальше за дело берутся врачи службы медицины. В итоге пожар ликвидирован. Люди спасены. А КАМАЗ вывезли на прицепе из тоннеля. Руководство МЧС ходом учения осталось довольно. В данном учении участвовали 86 личных составов и 16 единиц техники. Первый этап учения – это мы провели сегодня сейчас здесь. А второй этап учения – это проведение полной анализа момента поступления сигнала на пульсу 12 до окончания ликвидации данного происшествия. Дальше будут даны рекомендации всеми средств ведомствам, чтобы в дальнейшем не допускать какие-то замечания или вопросы, которые были в ходе учения, мы заметили. По словам главы спасательного ведомства республики, такие учения будут проводиться на регулярной основе. Кемринский тоннель имеет статус стратегического объекта. Он самый длинный в России. И вопрос на безопасность, в том числе пожарная, здесь уделяет большое значение. Хамзанур Магомедов, Салмагетихмаев, Мурат Бигбарзов. Новости телеканала ННТ. По праву, знаменательным событием недели можно назвать попадание дагестанского завода «Дагдизель» в санкционный список США. Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал попадание оборонного предприятия в Каспийске в новый пакет антироссийских санкций. По его словам, своим решением Вашингтон признал роль предприятия в укреплении обороноспособности России. Все более абсурдные антироссийские санкции США коснулись и одного из дагестанских предприятий – завода «Дагдизель». «Мне кажется, это лучшее признание роли нашего завода в укреплении обороноспособности и военной мощи России», написал Меликов в своем телеграм-канале. Между тем, генеральный директор «Дагдизеля» Султан Ахмед Асалиев сообщил журналистам, что завод закупает комплектующие у российских компаний, поэтому санкции на производство предприятия никак не скажутся. Очередное незавершенное строительство. На этот раз – детский сад поселка Шамхал-Термен Кировского района Махачкалы. Год назад при очередной инспекции указанного объекта делегация правительства Дагестана напомнила подрядной организации о необходимости соблюдения сроков реализации проекта. Более того, чиновники заверили, что в случае отставания от графика будет произведена смена строительной организации. Увы, ОВОЗ и ныне там. Дошкольное учреждение на 120 мест должно было распахнуть свои двери для малышей еще в ноябре прошлого года. Однако сотрудники регионального отделения ОНФ выяснили, что строительные работы на объекте не ведутся. Разобраться в ситуации вместе с активистами ОНФ выехали представители администрации города и наша съемочная группа. В этом двухэтажном здании еще с зимы прошлого года должен был раздаваться детский смех. Однако строительство было заморожено. Причин много, но основное несоответствие техническим нормам. По словам сотрудников городской администрации, тендер на строительство был разыгран еще в 2019 году. И за короткий промежуток времени требования к проектно-сметной документации перестали быть актуальными. Поэтому и процесс затянулся на 7 месяцев. Данный проект был взят из реестры экономически эффективных проектов Минстроя РФ. И он был привязан к местности в 2019 году. То есть сегодня у нас уже на дворе 2022 год, а требования санитарных норм, требования строительных норм, они меняются из года в год. Проблема, она систематическая. Мы с ней сталкиваемся на всех объектах в нашем городе. Это порядка 13 объектов возводимых и уже возведенных объектов. Часть этих проблем связаны с некачественным исполнением инженерных изысканий, инженерно-геодезических. Здесь проектная документация, в которой указана ровная строительная площадка, она не соответствует действительности, потому что здесь имеется естественный уклон в пределах 5 метров. Поэтому там тоже были определенные свои задержки из-за изменения проектной документации и до финансирования в части завоза грунта. Также сталкивались проблемы подтопления подвальных помещений. Опять же, мы возвращаемся к исходным данным, то есть изыскания и проектной документации, в которой не были предусмотрены дренажные системы водоотведения из-под фундамента. Тем не менее, к моменту приезда комиссии строители на объекте были. Здесь уже успели заменить подрядную организацию, и теперь работы идут без простоя. По словам ответственных лиц, на сроки реализации повлияли также отсутствие рабочих в период пандемии и подорожание стройматериалов. «Определенные проблемы технического характера, в результате чего почти 6-7 месяцев работы фактически не производились на этом объекте. Они были связаны, в первую очередь, с пандемией, к сожалению, с удорожанием материала и со всеми вытыкающими оттуда последствиями технического, финансового характера. Поэтому мы сегодня вышли на объект, вы видите, как работы производятся, и могу сказать, что это не к приезду Народного фронта, а на самом деле, фактически, работы возобновились в полный ход. И они будут сейчас усиливаться». Ранее установленную крышу строителям приходится разбирать. За момент простоя каркасные балки подгнили. «К сожалению, вот до приостановки работ обречетка, которая была выполнена на кровле, она осталась без соответствующего покрытия, и деревянные конструкции потемнели. Мы, согласно всем строительным нормам, мы обязательно должны это все заменить. Вот сейчас идет полностью разбор кровли, и они заново начнут ее собирать, из уже как бы нового материала. Сегодня вот приступили к разбивке ограждения. Сегодня вот они приступают, выкопают фундамент, и завтра начнут, завтра уже начнут заливку. Одновременно вот идут работы по установке окон, и сегодня они еще должны выполнить работу, должны начать работу бригады электриков. Специалисты заверили, что работы завершат к 15 июля текущего года. Члены регионального штаба Общероссийского народного фронта обещали держать ситуацию на контроле. Надеемся, что работы опять не затянутся, и дети наконец получат нормальные условия для дошкольного образования. Мне понравилось, что сегодня на данном объекте не просто происходит что-то, а даже соблюдаются нормы трудовой и безопасности строительной. То есть все рабочие в касках, как положено, в форме. И я надеюсь, это связано не только с работой Общероссийского народного фронта, но и с тем, что сами подрядчики решили, что объект надо сдавать и объект надо заканчивать. На сегодняшний день в Махачкале в очереди на зачисление в детские сады числится около 20 тысяч детей. Несмотря на это, строительство пусть даже одного детсада всего на 120 мест в пригороде имеет большое значение. Лариана Шемхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. На неделе благотворительный фонд «Инсан» организовал в Махачкале праздничное мероприятие для 170 солнечных детей. Торжество приурочили к Всемирному дню людей с синдромом Дауна. Среди участников мероприятия были не только жители республики, но и гости из соседних регионов. Для детей их родители организовали праздничное застолье, которое сопровождалось играми, танцами и викторинами. Продолжение темы – сюжет Хамзану Магомедову. Доброту крепко обниму. Это особенные дети. Они немного видят мир по-другому, но это не мешает им полноценно ощущать жизнь и делиться яркими эмоциями. Однажды, когда мы посещали лор-врача, врач спросил, просто она зашла с мальчиком. Он просто так посмотрел, но ребенок такой, сразу же медики узнают, и он спросил, кем бы ты хотела быть, когда вырастешь. Она долго подумала, и я так думаю, что же она ответит. Она сказала, человеком. Меня, конечно, это тронуло до глубины души. Если бы даже, наверное, я ее научила, она так не сказала. И этот врач сказал, молодец, в первую очередь ты должна быть человеком. На кануне весь мир отмечал День людей с синдромом Дауна. Благотворительный фонд «Инсан» не остался в стороне. Более 150 солнечных детей были приглашены на праздничное торжество. Откликнулись не только местные жители, но и гости из соседних регионов. Это не первая наша встреча с такими детьми. Фонд в своей текущей работе и поддерживает, и оказывает помощь и в оплате реабилитации, и других, и другую поддержку. А уже в таком формате, определив именно этот день, собрав такое большое количество детей, фонд организовывает впервые. Вкусные столы, танцы, викторины с подарками. Детей развлекали веселые аниматоры. Ну а в завершении мероприятия для всех гостей преподнесли большой праздничный торт. Молодцы! Сейчас мы его порежем и все по кусочку поедим. Договорились? Да, да! Хамз Нурмагамидов, Нурмагамин Магамидов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. К спортивным темам. В Махачкале состоялся республиканский турнир по волейболу на призы муфти Дагестана шейха Ахмада Фанди Абдулаева. В нем приняли участие 16 команд из городов и районов республики. Итоги соревнования подведет наш корреспондент Карим Даниев. Волейбол. Любимая командная игра горцев. Такого ажиотажа и поддержки на трибунах можно увидеть разве что на представительных международных соревнованиях. Республиканский турнир на призы муфти Дагестана стал настоящим праздником для болельщиков волейбола. Эмоции великолепные. Очень хороший матч. Ну, правда говоря, Хунзахский пока выигрывает. Ну, дальше посмотрим. За кого болеете? За хорошую игру. Очень зрелищная игра. Видно высокий класс команд. И я давно не видел такой напряженной игры. Активно болеют болельщики. Я думаю, победить сильнейшая команда. Сильнейшие любительские команды республики на протяжении трех дней показывали красивые матчи. Выйти в финал удалось двум волейбольным дружинам. Команды Шамильского и Хунзахского района лучше всех показали себя в отборочной сетке. И в итоге разыграли между собой чемпионский статус. На протяжении всего матча сохранялась интрига. Первый период 25-22, второй 25-23. В упорной игре хунзахцы оказались выше классом. Хороший матч. Нормально. Взяли как могли. Собрались с командой и выиграли. Во втором периоде посередине матча что-то не так у вас пошло. По-моему, отставание было. А как смогли это возместить? Да, эмоциями, наверное, взяли. Собрались с командой, духом взяли и все. Ожидали такой упорной битвы? Честно, нет. Мы не первый год встречаемся. Так что это почти каждый раз соперникам на турнире встречаемся. Мы очень рады, что выиграли. И соперникам тоже большое спасибо. Ну, короче говоря, мы очень рады. Несмотря на неудачу в финале, фанаты клуба «Шамильский район» не расстроились. Ведь команда показала потрясающее рвение к победе и конкурентную игру. Волейболисты уходят с площадки под аплодисменты. Итог – второе место. Мы, честно говоря, в полуфинале очень устали. Всю энергию, можно сказать, оставили в полуфинале. И не смогли восстановиться полностью как следует. Мы старались, но уже сил не хватило. У нас, тем более, несколько игроков сидят с травмами. Не было замены. Поэтому... Турнир завершен. Призы вручены. Третье и четвертое место заняли Ботляхские и Гумбетовские районы. Общий призовой фонд составил свыше 500 тысяч рублей. Подарки и призы вручили также и лучшим игрокам турнира. Хочу поздравить всех участников, присутствующих с таким прекрасным мероприятием. Поздравляем победителей и призеров данного турнира. И в эти нелегкие минуты, которые переживает наш народ и вся наша страна, Альхамдулиллях, Балла Всевышнего Аллаху за то, что нам получилось очередной раз показать нашу сплоченность, наше единство. И прошу Всевышнего Создателя, чтобы всегда сохранял в наших сердцах дух патриотизма, дух братства между собой, укрепил наши братские отношения. Вместе с болельщиками за турниром следили и не пожалели Карим Даниев и Салман Гитихмаев, телеканал ННТ. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин